Резкие, дерзкие, спортивные и традиционные состязания РФЦВНЕФ в этот день физкультурника стартовали необычно рано. Сбор участников назначили на 8 утра. Виной тому жара. Организаторы надеялись, что до 10 часов команды смогут с комфортом пройти все этапы соревнований. Набор испытаний стандартный. Все для того, чтобы в шуточной форме выявить не только самых быстрых и ловких, но и самых смекалистых. Это умение взаимоотношения между людьми, это умение общаться, умение строить, правильно плановить спорт. Чем хорош вот именно такие командные виды спорта, то что это не только физкультура, это и стратегия, и правильно выработанная тактика, и даже просто лидерство, ведь здесь определяются лидеры. Конечно же, это для того, чтобы потом, придя на работу, людям было проще общаться и взаимодействовать между собой. Всего в состязании РДС приняло участие 10 команд. Все получили грамоты, победители – памятные подарки. Сотрудников РФИАЦ ВНЕФ на центральном поле ИКАРа сменили любителей стретчинга. Все лето здесь по субботам с 10 утра проходит фитнес-утро. На открытом воздухе всежелающие делают упражнения, позволяющие привести тело в тонус. Екатерина приходит на эти тренировки регулярно. В этот раз взяла с собой и дочку. Я хожу на стретчинг, и на свежем воздухе, мне кажется, это более интересно и полезнее, несмотря на жару. Стретчинг – тренировки, присоединиться к которым может любой желающий. Для них не нужна какая-то специальная физическая подготовка. Кстати, тренеры подчеркивают, жара не только не помеха занятиям на воздухе. Она способствует более высоким результатам. Пока не самая жара, но да, будет тепло. Но это может быть даже плюс, потому что именно гибкость улучшается при теплой погоде. Так что разминка будет меньше, а самого стретчинга будет больше. Для тех, кто готов победить законы гравитации, в день физкультурника на Икаре прошел мастер-класс по акро-йоге. Направление, которое развивает парное взаимодействие, чувство баланса, умение держать структуру тела. По словам тренера Дениса Леушева, упражнения только со стороны выглядят сложными. Повторить их сможет практически каждый. Конечно, в паре с опытным партнером. Очень развивается координация. Потому что держать баланс на земле – это одно, держать его в воздухе – это чуть-чуть посложнее. Но, как видите, все получается. Это моя группа, которая у меня с нуля. Здесь есть несколько новичков. И они сходу делают упражнения, которые я им показываю. Также в день физкультурника на Икаре прошли соревнования по баскетболу и фестиваль ГТО. Лидия Шулаева, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.